здравствуйте мои дорогие подписчики друзья и гости с вами ира и канал готовим с любовью сегодня будем выпекать торт заказ мужа готовлю панчер с ананасами невероятно нежный и вкусный торт смотрите видео и готовьте вместе со мной и радуйте свою семью только вкусными домашними тортами сначала приготовим ванильный бисквит нам понадобится 3 яйца 120 грамм сахара и 100 граммов муки сначала в пышную массу взбиваем 3 яйца и 120 граммов сахара яйца взбили пышную массу затем просеиваем муку и вмешиваем муку взбитые яйца главное правило вкусного высокого бисквита это хорошо взбитые яйца и правильное соотношение сахара муки и яиц правильные пропорции хорошо вмешиваем муку именно вот с дна так лопаточкой подковыривайте и перемешивайте выпекать буду бисквит силиконовой форме диаметр формы 20 сантиметров подойдет и 18 сантиметров какая у вас есть без разницы смазала растительным маслом выливаю бисквитное тесто духовка должна быть разогрета бисквитное тесто ставим в разогретую духовку на 180 градусов на средний уровень режим вверх-вниз бисквит выпекался 25 минут сразу же бисквит достаем с силиконовой формы по краю прошла ножом ванильный бисквит готов а вот пропорции на шоколадный бисквит 3 яйца 120 граммов сахара 70 граммов муки и 30 граммов темного какао как всегда яйца хорошо взбили с сахаром теперь просеиваем муку вместе с какао через сито или кружку сито что у вас есть я взяла темное какао тортик будет мега шоколадный и вкусно теперь вмешиваемся снова для выпечки бисквита я использую эту же форму диаметре 20 сантиметров смазала растительным маслом все очень просто выливаем шоколадное тесто только хорошо перемешивайте чтобы не было муки на дне долго именно шоколадное тесто не вымешиваем так как видите структура будет у него совсем другая но ничего при выпечке он также поднимется будет пышным и мягким ставим наше шоколадное бисквитное тесто в разогретую духовку на 180 градусов на средний уровень режим вверх-вниз шоколадный бисквит также выпекался 25 минут бисквиты получились одинаковой толщины мне кажется шоколадной еще более нежнее и мягче бисквиты должны полностью остыть и лишь только потом мы будем собирать торт теперь готовим сметанный крем для крема я брала 600 граммов сметаны жирностью 21 процент отвешивала ее ночь в холодильнике вот смотрите вот так она была подвешена в марле взяла два слоя марли и туда выклова всю сметану сейчас 430 граммов сметаны здесь 80 граммов сахарной пудры и одна банка консервированных ананасов я брала небольшую банку 350 граммов крем этот готовится считанные минуты перекладываем отвешенную сметану в комбайн высыпаем сахарную пудру и взбиваем до пышности крема сначала на маленьких оборотах пусть все хорошо размешается через пару минут крем готов пышный и очень вкусный затем ананасы нарезаем на кусочки можно уже купить консервированные ананасы кусочками ананасы нарезали кубиками теперь займемся бисквитом бисквит также нарезаем кубиками сейчас вам покажу разрез шоколадного бисквита это просто сказка мягкий бисквит без разрыхлителей очень вкусный ярко выраженный шоколадный вкус теперь режем на кубики его кубики режем небольшого размера и ванильный бисквит также режем на полоски а потом на кубики бисквит такой же нежный как и шоколадный сейчас вам покажу смотрите какой красавец я взяла миску куполообразную застелила пищевой пленкой теперь смотрите что мы делаем вот наш сметанный крем берем кусочки бисквита бисквит очень нежный не требует пропитки а сметанным кремом вообще проблем никаких не будет обволакиваем кусочки шоколадного бисквита и выкладываем сюда вместе и так каждый кусочек плотно друг другу выкладываем бисквит первый слой шоколадного бисквита укладываем по плотнее теперь сверху выкладываем слой ананаса у нас продолжают делать ремонт ничего не меняется можно ананасы заменить любыми фруктами которые вы любите дальше так как шоколадный обволакиваем ванильный бисквит и плотненько укладываем друг другу тортик будет хорошо пропитан такой нежный сочный всем рекомендую его готовить а сметанный крем я сделала умеренно сладким так как у нас ананасы сладкие сверху будет еще глазурь всегда стараюсь сделать торты неприторно сладкими всего должно быть в меру не чересчур каждый слой бисквитов перекладываем кусочками ананаса и снова после белого шоколадный бисквит выкладываем три кусочка ванильного бисквита осталось теперь смотрите нам нужно уплотнить наш торт руками можно поставить груз тортик отправляем в холодильник на один час сверху небольшой такой груз поставим выровняем а потом украсим торт достали торт с холодильника края пленки обрезаем ножницами чтобы не запачкать блюдо теперь берем красивую тарелку и переворачиваем наш торт ну как вам теперь ножницами поддеваю и снимаем пленочку мне этот торт нравится из-за того что он очень пропитанный знаете вот мягкий сочный а готовится совсем недолго я растопила 80 граммов молочного шоколада хорошо размешиваем чтобы не было крупинок шоколада теперь берем пергамент делаем карнете кулечек такой придерживаем руками шоколад накладываем в кулек закрываем края подворачиваем аккуратно все делаем и продвигаем шоколад вот краю кулечка карнете к делаем надрез и сейчас будем украшать наш торт шоколадом смотрите и так по периметру кто любит больше шоколада растапливайте побольше шоколада сверху торт я украшаю грецкими орехами уберите целые половинки так красивее на торте они выглядят торт панчо готов с ананасами нежный вкусный и очень красивый радуйте свою семью только домашними тортами они самые вкусные торт панчо в разрезе сейчас попробуем боже какой нежный бисквит шоколадный бисквит с темного какао сметанный крем это так вкусно ананасы придают еще больше сочности торту просто сказка торт мечта единственный небольшой совет взять не 600 граммов сметаны для отвешивания а 700 тогда будет еще больше крема у меня просто его хватило впритык торт действительно очень вкусный смело готовьте удачного вам приготовления и хорошего настроения на целый день подписывайтесь на наш семейный канал дружная семья ссылка под видео подписывайтесь на наш кулинарный канал готовим с любовью с вами была Ира до новых встреч пока пока